Привет! Это Ребуар! На Булджати вышел новый ролик, называется Взрывной паркур Call of Duty Vanguard Я не знаю вообще, что ожидать от этого видоса Он идёт всего лишь 5 минут, это походу не обзор И нарезочка, может, какая-нибудь интересных моментов. Короче, давайте глянем Уверен, будет офигенно, как обычно, так что погнали Так Гамбургер Гамбургер Ты посмотри. Ты вообще пиздец, я в ахуе просто Воюем за это За что, за графоны 45-го года? Знаешь, почему мы не видим светлого будущего? Всё-таки это типа обзорчик, да? Потому что нам щипят глаза Сделайте уже с этим хоть что-нибудь У вас походу дождь текстуры смывает Что за соуп техно? Чё, реально как-то размыто, слишком странно Всё же на ультрах стоит, мне нужен этот ящик в 4К Хочу Более-менее нормально всё на хреново Сука, ну конечно же, загрузка шейдеров, которая длится дольше сюжетной кампании И зачем я тогда ещё 5 скользких шуток придумал? Знаете, на что был похож анонс Вангарда? На обновление для Warzone в тематике Второй Мировой Я до последнего думал, что так оно и есть Что это скинчики для Королевской Битвы Но оказалось, что Activision неиронично забывает использовать мозги Ведь они сделали очередную Call of Duty про Вторую Мировую Войну И никто... Блин, ну вот постоянно реально что-то очень много игр Именно про Вторую Мировую Войну, придумайте что-нибудь новенькое В студии не задался вопросом Ганс, мы чё, долбоёбы? Ну вот как на это дёргать свою ручку? В чём был замысел? Что можно ещё взорвать во Второй Мировой, чего ещё не взрывалось? Я не знаю Никогда Что такого интересного можно рассказать про Вторую Мировую, чего мы ещё не видели? Вот именно Нихуя Всё обсосано со всех сторон Нет, ну наверное всё-таки чё-то можно Какие-нибудь другие менее известные битвы Потому что реально из игры в игру всё одно и то же показывают Но я уверен, за вот эти вот Ну, шесть лет Получается Вторая Мировая шла Не Великая Отечественная Уверен, что там было тоже много каких-нибудь грандиозных битв Просто которые не попадали в игры Или вы думали, что Activision такие смелые, что сделают серую мораль про фашистов? Ну вы что, серая мораль здесь не работает Посмотрите на эти титры В ангар делало больше пяти студий Именно тысяч людей прокручиваются у вас на экране полчаса реального времени И вся эта толпа нихуя не придумала, что делать с игрой Геймплей Реально, что, полчаса, что ли? Даже в фильмах гораздо меньше Из-за Гитлера от первого лица? Или, может быть, показ Хиросимы и Нагасаки? Ну ладно, может быть, просто веселая клюквенная дичь про Супер Пайвер Солдерс? Нет, конечно! Мы идем взрывать зенитки гранатами! Нахуй! Самое оригинальное, что мы могли придумать про Вторую Мировую зенитки! Блять, никто их никогда не видел! Тут солдаты ковыряются в грязи, изображая, что заняты чем-то важным, потому что никто не знает Смотрите, грязь! Знаете, что я сейчас буду делать? Рисовать. Вот это вот план Вот мы стоим здесь, в грязи Нам нужно идти сюда, в грязь, и атаковать вот эту грязь Здесь есть босс-самолет, которого предлагают уничтожить автоматом, блять! Автоматом самолет! Вот они, слева направо! Морген, Вилма, Джеймс, Смит и Сарит! Люди, которые застряли друг в друге и теперь не... ...могут запустить скрипты! Возможно, даже НПС не хотят заниматься этой скучной хуйнёй! Знаете, насколько всё плохо? Здесь есть этапы с пулемётной турелью! Ебать! Мистер Сальери 2001-й передаёт привет, блять! Я здесь и не понял претензий, типа, объясните, пожалуйста! Я пишу эти строки спустя четыре часа после прохождения кампании, и, блять, страдаю, потому что я не знаю, что писать, я не помню, что там интересного произошло, я в полной прострации, я ничего не ощущаю Если честно, я его прекрасно понимаю, у меня постоянно так, какую-нибудь игру пройду, какую-нибудь книгу прочитаю, фильм посмотрю, такой... Да, ну окей, типа, например, понравилось, не понравилось, но у него, получается, всегда выдавать что-то интересное, видимо, здесь настолько плохая игра, что он даже не знает, что сказать, офигеть! Ну пиздец же! История про отряд ёбнутых, International Super Mega Squad роняет Европу, все дохуя профессионалы, все дохуя опасные, умеют делить на ноль, их ничто не связывало, кроме желания победить, всю игру, блять, сидят в тюрьме ёбаной, не знают... Как его бомбит, это что-то с чем-то, что-то матов прям, слишком дофига, на квадратный километр, как будто бы ко мне на стрим кто-то зашёл и сказал, Женя, хватит материться! Когда их выпустят, строят какие-то гениальные планы с наёбом фашистов, флэшбэков больше, чем в последних сериях... Слушайте, а вот катсцены прикольно выглядят, по крайней мере, мне вкатывает... ...наруто, а потом просто взрывается какая-то стена, наебать никого не получилось, но это было частью плана, блять... А потом прилетает Мэри Сью в виде самолёта, и в итоге они нихуя не сделали, просто посидели в камере, но, блять, рука тянется к козырьку, послужили отечеству, спасибо, блять... ...за спойлеры извините, хотя нет, идите нахуй... Не, на самом деле, можешь не извиняться, я в эту игру всё равно не собирался играть, помимо того, что мне просто тупо неинтересно, а во-вторых, у меня она вряд ли бы пошла... ...каких извинений, этот ебанизм писало что-то около десяти человек... Серьёзно, десять человек писали игру, которая проходилась, как он сказал, очень быстро... ...а что они там писали, мне интересно знать... ...если верить титрам, но это же ебать, я надеюсь, им не платят... ...бесплатно, ну ладно, за бесплатно тогда ещё можно понять... ...бы не придумали характер для подрывника... ...взрывной... ...бллин, это же очевидно!!! ...ебать! Взрывной у подрывника! ...по-моему, он прям сразу на эмоциях даже, мне кажется, не писал, потому что это офигенно! ...взрывает, блядь, и у него храк, ебляааать... ...жесть! А знаете, чем занимается советский снайпер, когда не убивают фашистов? Паркуром ебать! Оп! Опа! Оп! Опочки, оп! Ага! Оп! Манки! Манки флип взял! Оп! Паркур! Паркур! Оп! Оп! Молодежное движение! Способ самовыр... Серьезно? Call of Duty с паркуром? Не, я много всякой дичи видел, но такое... Зачем? Почему? Нафига? Непонятно. Женя, это, конечно, пиздец. Анчарль с Call of Duty мы еще не видели. Это хотя бы весело своей идиоте. Да ладно, я бы не сказал, что это прям паркур, но окей, похоже что-то есть. Нихуя себе! Че за спидран начался? Сколько там говоришь? В смысле, это он так прокатился, типа он че? Вазелина на моей жопе. Вот оно, современное лицо Call of Duty. Скучное лицо. В отношениях между этим диваном и мужиком страсти и напряжения больше, чем во всей игре. Когда ты видишь, что в рубах у деда ушел весь бюджет, а потом видишь, как реюзаются не просто текстуры. Не, ну реально, кат-сцена прикольно выглядит. Про анимации отчасти уровней, ты такой, ну заебись, минус 5к на это было правильно. Сколько? 5 тысяч! Ну это, наверное, на плойку, наверное, на компе все-таки подешевле будет. 5 тысяч, что? С решением, конечно. А это ж я еще про мультиплеер молчу, там вообще от жопы сатаны. Есть графон, есть красивые моменты, есть фотореализм в роликах, звук еще неплох. Можно стрелять, в принципе. В принципе, в принципе, в шутере, ну немножечко можно пострелять там, чуть-чуть совсем. И это все хорошее, что я могу вспомнить. Все остальное... Че он в башку попал, раз 5, наверное. Сосет жопу. Ставлю 3 кала из 10 дути. Советским паркурщиком... Фига себе, серьезно, настолько она плохая, что 3 из 10? Прям шикарно озвучивает. Да еще возьми на велик и прокатись на нем. Сядь, сядь, сядь на велик, говорю, и прокатись на нем. Во. Ролик получился прям мега забавный. Я, если честно, не думал, что это будет обзор. Но это на самом деле не обзор, это просто бомбление. Но бомбление зато очень веселое. Булжат, тебе огромное спасибо. Я вообще даже не слышал, что она выходит от игры. Видел, возможно, у кого-то ролики, но уже забыл про нее. Так что я как и не собирался в нее играть, так и не собираюсь в нее играть. Потому что есть, думаю, что-то много интереснее. Но ролик офигенный. Булжат, тебе огромное спасибо. Лайкусик я уже поставил. Если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.